В прямом эфире на канале ТВ5 новости. В студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Сто дней на посту. Константин Брыль отчитался о проделанной работе в должности председателя Запорожской облгосадминистрации. Выступление длилось около полутора часов. Глава области определил своими основными заданиями борьбу с коррупцией и преступностью в регионе, развитие объединенных территориальных громад, а также Константин Брыль анонсировал несколько проектов по обеспечению военнослужащих жильем. Один из них реализует за счет областного и городского бюджетов. У нас есть договоренность с фондом Госмайна. Мы на сегодняшний день проработаем вопросы в юридическом аспекте. Это, мы знаем, наш славнозвестный завод ЗАЛК. Дуже много непрофильных строительных строителей. На сегодняшний день идут перемоги для того, чтобы поликлинику алюминиевого завода передать на баланс. И будем делать из этой поликлиники квартиры для военнослужащих национальной гвардии. Также напротив части 3033 занедбленное местечко, из которого будем работать, тоже за счет фонда обороны, гуртожиток для контрактников. Близько 85 комнат. Бесплатные юристы есть. 1 сентября в Пологах открыли безоплатный центр предоставления первичной правовой помощи. В бюро могут обращаться все граждане Украины и те, кто находится под ее юрисдикцией. Для малообеспеченных граждан, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и остальных незащищенных слоев населения, в Пологовском бюро помогут связаться и поддерживать связь с Бердянским центром, который предоставляет вторичную правовую помощь в защиту прав в суде. Это позволит не ездить при каждой необходимости в Бердянск. Центры первичной безоплатной помощи с сентября также начнут свою работу в Гуляйполе, Приморске, поселке Бельмак и Черниговка. Правовое бюро в Пологах находится по адресу переулок Некрасова, 2. Где теперь будут размещаться мафы и будут ли вообще? Депутаты городского совета приняли новые условия размещения киосков. Правда, пока запорожцы не смогут заметить ни уменьшение, ни увеличение временных сооружений на территории города. Когда результат станет очевидным и чего добиваются, депутаты расскажут наши журналисты. Сейчас в Запорожье находится около 2000 киосков. За последние годы, отмечают в комиссии по благоустройству, их количество существенно выросло. Обычно их размещают согласно комплексной схеме, на которой отмечены соответствующие места. У нас много, достаточно объектов, которые и не попали в эту схему, и которые находятся без документов. Это нужно почистить, чтобы город выгородил красиво и имел достойный статический вид. Порядок и условия размещения мафов регулируются несколькими решениями горсовета, принятыми в 2013 году. С того времени они пережили несколько изменений. Но депутаты горсовета считают, документ устарел и требовал пересмотра. На сессию был вынесен один такой унификованный документ, положение про тимчасовые споруды и про дробно-роздробную торговлю. Единый документ состоит из трех положений. Одно из них инициирует подготовку новой комплексной схемы размещения мафов и учет киосков, которые находятся в запрещенных местах, либо не имеют необходимых документов. Где находится эта тимчасовая споруда? А она находится и в историческом ареале, то есть вплива местной рады на эти споруды, которые порушивают, и опорный историко-архитектурный план, архетипы, да, цели споруды, местной влады не мало. Для учета объектов, которые нарушают комплексную схему размещения мафов, Управление городской архитектуры вместе с Комиссией по благоустройству начали обследовать все районы города. Выявляли объекты, размещенные на зеленых зонах и в местах, где пролегают сети коммунальных предприятий. И такие объекты все фиксируются, готовится список и по ним дальше принимаются решения. Уже больше ста паспортов было аннулировано. Эта работа будет продолжаться и после принятия новой схемы расположения этих объектов значительная часть будет демонтирована. На сессии городского совета в конце сентября Управление архитектуры должно представить новую комплексную схему размещения мафов. Станислав Печурин, Екатерина Свириденко, Андрей Снисаренко, Руслан Шевченко, ТВ5. Две недели. Жизнь запорожца в Шевченковском районе отравляет неизвестный запах. Они предполагают, источник зловония предприятия неподалеку. Для решения этого вопроса в мэрии собрали экстренное совещание. Все подробности знают наши корреспонденты. Они говорят, что это самовозгорающаяся глина. Пацаны улыбаются. Это видео сняли жители Шевченковского района в понедельник. Пожарные на территории 402-го завода устраняют возгорание. Что стало причиной пожара, неизвестно. Но жители ближайших многоэтажек утверждают, уже давно ощущают со стороны завода странный запах. Может как-то более с кислинкой, непонятный запах, но действительно чувствуется. Это происходило уже в течение двух недель. Не имеет значения, утро это или вечер. Я выходила на улицу, я не могла дышать. Был запах непонятно какой. Это как гарь, и в то же время это был химический запах. И давление подскакивало, и вот непонятно откуда аллергическое что-то началось. Вот именно в этот первый мешуток времени, когда я начала чувствовать это завод. С жалобами на зловоние горожане обратились в районную администрацию. Городской голова поручил разобраться, что горит на территории завода. В срочном порядке в горсовет пригласили представителей областной экоинспекции и представителей завода. Для того, чтобы мы все-таки обсудили возможности взаимодействия между нами, органами местного самоублюдения и вашей инспекцией, потому что на сегодняшний день это единственный орган, который вправе принимать какие-то решения в подобных случаях. 402-й завод находится в ведении Министерства обороны. Часть его территории арендуют частные предприятия. Именно одно из них и служит источником неприятного запаха. В прошлую субботу экологическая инспекция обследовала территорию завода. Визуально очень большая территория у завода. Следов какого-то горения беспосредне на той части территории, которую арендует то предприятие, назва которого звучит в жалобах граждан, вот беспосредню на этой территории следов пожаров нет. Да, непосредственно на месте складирования, то, что могут люди с высоток видеть, вот эти канистры из-под, скажем, пестицидов или, ну, нечто такое, ядохимикаты. Когда непосредственно рядом стоишь, да, куча навалена, да, она имеет место быть. Тара из-под химии. Несмотря на то, что инспекторам удалось пройти на территорию завода и встретиться с руководством фирмы, которая, по мнению жильцов, ведет незаконную деятельность, установить источник странного запаха ей не удалось. По результатам нашего собеседования, инспекции был составлен акт необходимый и руководитель привлечен к административной ответственности. Материалы проверки экоинспекция направила в прокуратуру. Представитель 402-го завода утверждает, частное предприятие арендует территорию на законных основаниях. Предприятие находится там уже порядка 10 лет, поэтому это не новое, не вчера создано. Все, я так понимаю, разрешительные документы, у них лицензии есть. Поэтому степень опасности или степень нарушения законодательства уже выяснили в процессе работы. В понедельник экологическая инспекция снова проверит территорию завода. До того времени работа всех арендаторов должна быть прекращена. Оксана Заводовская, Екатерина Свериденко, Руслан Шевченко, ТВ5. Бесплатная медицинская помощь всем травмированным запорожцам теперь не нужно будет платить деньги за рентген, медикаменты и гипс. До конца года в травмпунктах городских больниц это бесплатные услуги. На эти цели из городского бюджета выделено более 3 миллионов гривен. Подробности далее в сюжете. В летнее время в травмпункт городской клинической больницы ежесуточно попадают в среднем 70 человек. Зимой около 200 пострадавших. За год отделение принимает порядка 22 тысяч запорожцев. Раньше медикаменты, бинты, рентген и гипс они покупали за свои средства. Теперь же за все это платить не нужно. Из городского бюджета выделены деньги на закупку всего необходимого. На травмпункт пятой больницы и девятой больницы выделено более 3 миллионов гривен, что позволит оказывать услугу безоплатно. Медицинских запасов в больнице хватит до конца года. Выделили нам деньги для закупки первой необходимости. Это медикаменты, это гипсобинты, это рентген пленки. Это то, что необходимо в первые минуты для больного, который поступает в травмпункт. На сегодняшний день мы готовы работать и оказывать помощь всем нашим горожанам абсолютно бесплатно. То есть, все для этого есть. Впрочем, у городской клинической больницы еще много нерешенных проблем. Самое важное – обновление оборудования. Например, рентгенаппарат работает в травмпункте более 20 лет. Операционные столы, лампы, инструментарий – это, конечно, надо еще помогать. И самая большая проблема – это, конечно, рентгенаппарат. Рентгенаппарат, который держит такую нагрузку у нас в приемном покое, в среднем где-то 150 снимков в сутки. 150 снимков в сутки. Естественно, нуждается хороший, фирменный, современный цифровой аппарат, который, во-первых, будет экономия на рентгенпленке. Возможно, сразу сбрасывать на компьютер, и доктор может смотреть все проблемы, не распечатая на рентгенпленку. Ну и скорость работы. О проблемах городские власти знают. На их решение в городском бюджете предусмотрели дополнительные средства. Уже и в этом году существенные средства выделены, это более 60 миллионов гривен, на приобретение оборудования для городских больниц. И львиная доля – это, конечно же, на больницу скорой помощи. Поэтому в этом году планируются еще закупки оборудования, это и аппараты искусственной вентиляции легких, и компьютерный томограф. И сейчас работаем над серьезным проектом по ангиографии. Я думаю, нам удастся его реализовать уже в этом году. Евгения Маловик, Александр Готтс, ТВ5. Спортивный день. Ученики Запорожского учебно-воспитательного комплекса номер 19 посоревновались между собой в общешкольных состязаниях. Мероприятие провели на новой площадке возле учебного учреждения. Благоустроить территорию удалось благодаря участию коллектива школы в конкурсе социальных проектов «Мы – это город», который проводится при поддержке комбината «Запорожсталь». На спортивном празднике побывали и наши журналисты. Катя, давай! Между ног и побежали! Катя, 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 Катя! Страсти кипят. Воспитанники школы номер 19, расположенной в бывшем военном городке, впервые за долгое время участвуют в спортивных соревнованиях между классами. Говорят, все проходит интересно. Нам нравится новая площадка. Вообще, отличный сегодня день. Весело. Хорошо. Задумно. Конференция большая? Очень большая? Да. Это невыносимо. Просто. Но мы лучше. Педагоги говорят, раньше подобные соревнования было проблематично организовать. Школьный стадион находился в запустении. Дело в том, что спортивная площадка школы имеет целый гектар. Когда-то это была площадка и волейбольная, и футбольная, но очень давно. И со временем, конечно же, все разрушилось. Педагоги и школьники решили благоустроить стадион. Подали заявку на участие в конкурсе социальных проектов «Мы – это город-2016» комбината «Запорожсталь». Когда мы узнали о том, что «Запорожсталь» проводит проект «Мы – это город», конечно же, мы решили принять в этом активное участие. И наш проект, который мы назвали «Зона здоровья», «Школьная зона здоровья», этот проект не только для школьников. Этот проект, наверное, необходим и для всех жителей военного городка. На нашем стадионе занимаются спортом от мала до велика. Проект стал одним из победителей. Конкурс «Мы – это город». Для реализации своих идей учителя и школьники получили грант в 50 тысяч гривен. На стадионе обустроили новую футбольную и волейбольную площадку. Покрасили турники. На комбинате «Запорожсталь» отмечают. Поддержка инициатив, направленных на развитие города – один из приоритетов предприятия. Это делается для всех детей нашего города. «Запорожсталь» и руководство «Запорожстали» социально ориентировано. И самое главное – это создать хорошие, комфортные условия труда и учебы, и жизни для наших детей. Дети – это наше будущее. Ученики школы номер 19 рады обновленному стадиону. «Покрасили все, сделали лавочки». «И мини-лавочку, скамеечку маленькую». «Песок завезли, ну все как надо». «Поставили для волейбола». В планах руководства школы установить еще несколько спортивных объектов на месте старого футбольного поля, обустроить беговые дорожки, а также оградить стадион. Анатолий Журавлев, Константин Грушко, ТВ5. Через несколько минут смотрите непростую историю простой девушки Надьи. В украинском сериале «Бессмертник» на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. А мы с вами увидимся уже в 17.00. Анатолий Журавлев, Константин Грушко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова